История мини-футбола берет свое начало еще с 20-30-х годов 20 века. В Уругвай, Бразилии, Аргентине молодежь играла в футбол неполными составами на небольших площадках и спортивных залах. Демократическая по своей сути, доступная для всех слоев общества, эта игра становилась все более и более популярной. Мини-футбол – один из вариантов футбола, который в основном играют в закрытых помещениях. Продолжительность матча – два тайма по 20-25 минут чистого времени. Используется мяч меньших размеров, чем в футболе. Здесь нет офсайда, запрещены подкаты, а в каждой команде по 4 полевых игрока и вратарь. Этот вид спорта пользуется популярностью в Щелковском городском округе. В субботу в УСК Подмосковье прошла очередная игра в рамках чемпионата Московской области по мини-футболу. На домашней площадке щелковская команда «Подзембурга» встретилась с командой из города Климас «Кристалл Заречье». Мы сегодня на нашем паркете принимаем команду «Кристалл» из города Климаска. По турниру таблицы мы с ними делим второе и третье место. У нас равное количество очков. В первом круге нам не удалось получить достойный результат, поэтому сегодня постараемся все-таки взять реванш. И игра началась. Обе команды достаточно рьяно принялись отстаивать позиции на поле, стараясь не уступать сопернику, ловко маневрируя по отработанной траектории и стараясь завладеть мячом. Это уже восьмой тур. Всего на чемпионате их будет 15. Участвуют шесть команд, каждая из которых проведет по три матча. Сегодня наша щелковская команда «Подзембурга» встречается с командой из города Климас «Кристалл» уже во второй раз на этом чемпионате. Первая встреча, к сожалению, для наших ребят прошла не очень удачно. Счет был 5-6 не в нашу пользу. Но на сегодняшней игре середина второго тайма. Счет 3-2. Пока лидирует Климас. Но окончательных выводов мы не делаем. Следим за игрой. Она напряженная. Кто будет победителем, узнаем совсем скоро. Эмоции на самом деле переполняют. Отличная игра. Очень сильный соперник нам сегодня достался. Команда молодая, очень техничная, скоростная. Ну, сложно с ними играть. Поэтому есть у нас своя тактика на игру. Мы ее придерживаются. Ну, собственно, она нам приносит пока результаты. И результаты действительно были. Несмотря на то, что подзем Бурга сыграла очень достойно, до победы им не хватило совсем немного везения. Итоговый счет 4-5 в пользу футболистов из города Климас. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, теле-радиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин